Привет и здрасте, с вами я, Мэнди Лайт, и сегодня это будет обзор на соционику, на то, во что стоит верить, а во что нет. Прежде всего, хочу рассказать свою историю, как я с этим совсем изначально познакомился. Мы просто поссорились с кем-то, и я так, знаете, открыто предположил, ну, ты, наверное, рыба, потому что... Была такая, ну, даже не рыба, там вроде или рак, или еще скорпион, потому что там была такая идиотская ссора в духе... Она со мной спорила о том, что человеку не должен быть сильным, а я говорил, что ну, нужно хотя бы пытаться, вот. И тогда я попробовал угадать ее знак зодиака, но на самом деле сейчас я думаю, что там есть вот этот знак, который я пытался угадать, просто этот знак, он находится не на солнце, а на солнце, там, чтобы угадывать знаки, надо смотреть, как человек принимает решение, поэтому она бы мне все равно не ответила, максимум, что я мог угадать, это ее там поколение, потому что было очень четко видно Плутон в скорпионе у человека. Ответы из других буквально выбивает, заставляет отвечать, и какой-то там контроль сугубо, ну, по отношению в том числе к моей Луне, он такой бешеный. Не суть важна, речь все равно не об этом. Она в потоке вот этих вот моих неугадает, потому что, ну, все-таки, чтобы угадывать, надо угадывать солнечный знак, во всех остальных обычные люди, они не разбираются. Она мне предложила узнать о такой интересной штуке, как соционика, потому что в ней якобы все более понятно, более приземленно. И первое, что я там попробовал сделать, пройти тест и почитать описание. Ну, мне, конечно же, понравилось описание Робеспьера, потому что это то, что выпало мне первым же делом. Вот. Но она такая, нет, ты не можешь быть Робеспьером, это я Робеспьер. И начала мне объяснять, почему описания не работают, так-сяк. Ну, и дальше мы там копались, дальше я копался, давала мне какие-то более трудные видеозаписи, от того жениться, от остальных. И потихоньку я пытался узнавать свой тип. Она, кстати, меня изо всех сил пыталась засунуть в Гексли. Хотя, ну, я бы усомнился, если честно, за Гексли. Не знаю, очень-очень люблю то, что сейчас считаю структурной логикой. Вот, очень люблю. Поэтому Гексли вот вряд ли. Тем не менее, она пыталась меня засунуть, по причине, что вот я похож на ее друга, который тоже Гексли, он вот, его сообщения в Дискорде, там, в Ватсапе, где мы переписываемся, они вот такие же неупорядоченные. То есть, вот эта неупорядоченность изложения, это в ее понимании, это Гексли. На самом деле, да, как оказалось, есть такие соционики, я с ними тоже сталкиваюсь, которые говорят, что вот нужно по речи ориентироваться, там, у кого она более-менее не связная, те, скорее всего, Гексли, потому что, ну, хаотичные люди, якобы. Сейчас я думаю, когда уже познакомился и с психософией в том числе, что, ну, это откровенный идиотизм, ибо, ну, слабые логики, они иногда могут вот так вот тупить, а первые логики и вовсе могут сразу прыгать с ответом и ничего толком не объяснять. То есть, естественной логикой вообще обладает меньшинство изначально. А последовательность, ну, что, ну, честно говоря, я считал, что все говорю последовательно, просто не мог дать ответы на вопросы, отвечал там чистой информацией какой-то, которая, может быть, поможет найти ответ, но сам я ответ не знал, я просто сказал все, что знал. В их понимании это неупорядоченность какая-то, потому что им нужно было, чтобы я прям дал конкретный ответ, но я не могу его дать, такие идеологи бывают, тоже не суть важна. Это то, как я знакомился соционикой, то, как я пытался найти свой тип, примерял на себя различные, и все-таки было сложно, потому что не находил, потому что все говорят разные. Это самая первичная, самая главная проблема соционики в том, что все говорят разные, и когда ты сталкиваешься с отличиями в методиках, это просто, ну, это просто выбивает тебя из калии, ты не можешь понять, где действительно твой тип, что вообще такое соционика. У меня был опыт с первым социоником, достаточно добрый человек, ну, казалось бы, казалось бы, добрый. На деле, мне кажется, там присутствует в своем количестве тоже какой-то напор, кто бы что ни думал, но вторые эмоции, они так, они очень приятные, когда это ютуберы, когда ты на них наталкиваешься, там цена была откровенная, небольшая, поэтому, ну, я рискнул, решил пойти к какому-то соционику, мне дали все-таки тип, дали Достоевского, я попробовал записать видео на этот канал, что я Достоевский, но через какое-то время у меня тут же прилетает ответ в комментариях, что нет, вы не Достоевский, и я не понимаю этого прикола. Иду к своему соционику, мы советуемся, узнаем что-то. Мне говорят, ну, идите, проверьтесь там, это бесплатно. Я, не знаю, я отсылаю свою анкету, которую посылал первому соционику, вот этой вот особе недовольной, и она такая, а, нет, знаете, да, все-таки Достоевский, вот по вашей, по той анкете вы так сильно на него похожи, что вы, скорее всего, Достоевский, то есть, то есть, в обычном проявлении, она вот, в обычном видео про то, что я рассказываю, что я Достоевский, там, где я вроде как достаточно наболтал, и это было мало, чтобы что-то понять, ее это наоборот, она начала думать, что это другой тип, то есть, а потом, когда она увидела то видео, она такая, ой, а тут ваше поведение, оно похоже на Достоевское, то есть, понимаете, во что это превратилось? Это превратилось в какие-то этические игры других долбанутых этиков. Они взяли соционику и ее испортили. Почему я так говорю? Потому что давайте все-таки обратимся к тому, чем является соционик, и что большинство, даже если они, я не знаю, этики, даже если они максимально, там, убегают от самой соционики и перебегают к тематике поведения, они все равно опираются на то, что соционика это функции мышления, что это линзы восприятия. Они все равно так делают. Какими бы они ни были ребятами, которые там типируют чуть ли не за нос, за глаза, за внешность, за поведение, за... Ну, твой личный тип поведения, господи, это... Это не имеет отношения к соционике, и они просто пытаются доказать себе, что вы ничего... что-то могут. Но вы ничего не можете. Те, кто типируют по поведению, по глазам, по внешности, вы ничего не можете. Вы бестолковые. Это, честно вам говорю. Те, кто типируют по тому, как человек изъясняется, вы тоже бестолковые. Простите, но это правда. Идите учите психософию. Я устал прятаться, устал быть вежливым со всеми. Я хочу сказать честно, вот, если ты человек, который еще не выбрал своего соционика, не ходи к тем, кто типирует по поведению, по внешности, и даже не ходи к тем, кто типирует по тому, насколько упорядочена твоя речь в принципе. Это тоже глупо. Это тоже чепуха. Потому что я, как человек, изучающий астрологию, ну, прекрасно знаю, что Меркурий в рыбах будет неупорядоченным, если он там себя не развивал. Если он чуть-чуть себя развил, то он будет просто болтун, который не умеет заткнуться. Это я, кстати. А если он вообще себя развил, то он будет уметь молчать. Что стоило бы, но я лично не хочу. У меня там более сложный аспект. Есть слишком много седьмого дома, слишком много весов. Я думаю, я молчать не буду. Это надо по жизни смотреть, по ситуации. Иногда надо молчать, иногда нет. Но в целом о чем речь? О том, что это не соционик. Это не имеет отношения к тому, о чем писал Юнг или Аушер. Ну, Аушер, кстати, может быть, такое писал. Сейчас надо проверить. Но неважно. Все равно я там... Все равно те вещи, которые я конкретно не знаю, не все из них сказал бы, что можно принять на ум. И даже если они что-то писали или не писали, это не имеет значения. Все равно нужно смотреть на реальность. Реальных людей. Нужно все равно пытаться это искать. Нужно иметь какую-то долю критичности. Тоже, если вы, люди, ищите соционика, смотрите на соционика, который сам себя опровергает, который не боится сам себя опровергать, который... Ну, у него есть вот это чувство, что, блин, что-то тут я не то говорю. К сожалению, ну, если вы найдете такого соционика, если он будет чересчур погружен в сомнения, то он никогда не даст вам тип, потому что он будет всегда сомневаться. Это тоже правда. Поэтому соционик это изначально такое занятие, сугубо рискованное, где чуть-чуть наугад. Но рано или поздно прийти к выводу получится. Если я пришел, то и вы придете. В общем, да, так я ознакомился со всем, так я потихоньку шел к ответу на вопрос, что такое соционика, и пытался ее как-то обозревать. Представьте себе, действительно, кто говорит вот это слово, линзовосприятие, это очень красиво, очень правильное слово, оно прекрасно подходит для соционики. Представьте себе, что мышление человека устроено таким образом, что какую-то информацию оно воспринимает одним образом, другую, какую-то более сложно воспринимает. И это не про отношения с людьми, это не про любовь-морковь, не про еще что-то. Нет. Это только про то, как вы вот сядете, перед вами встанет какой-нибудь учитель, он начнет вам что-то учить, что-то рассказывать, а вы вот слушаете, и, блин, что он несет? Я ничего не понимаю. Вот это соционика, это настоящая соционика. Это когда человек вещает через ту линзу восприятия, которая вам не подходит. И... А как? Как эту линзу восприятия нащупать? Честно, ну сейчас всем трудно, любым соционикам трудно. Некоторые в этом больше продвинулись. Собственно, отсюда и берутся вот эти вот все костыли в духе смотреть на глаза, смотреть на поведение. Просто людям трудно нащупать эту линзу восприятия в других. Люди изначально не понимают, как работают функции. Это... Это уже вредит всему. И... Если принять этот факт, то ты приходишь к выводу, что настоящих социоников их почти нет. что все вот так вот забиты в свой субъективизм. Не, есть те, которые, ну там, более-менее больше продвинулись. Но честно, я там читал даже и их книги, их работы. Они там 4 года не обновлялись, там тоже полно мусора. Сейчас уже даже не знаю, сами себя они опровергли или нет, можно спросить, но... Ну, мусора полно. Полно, и мне, конечно же, легче говорить, где этот мусор, чтобы его как-то убрать, чем... чем самостоятельно тоже определять тип. Тут очень грустно, потому что по-другому не получится. Ты должен как-то нащупать эту линзу восприятия. И я думаю, что лучший способ нащупать линзу восприятия, это вот поставить перед разными людьми что-то и попросить их это описать. И разные люди, они опишут это по-разному. Это и будет немного вот выражать их линзу восприятия. Их надо как-то разговаривать. Надо пощупать их аппарат мышления. Пощупать, как они видят действительность, как они видят мир. Это не так, что типа вот его поведение, оно такое, оно похоже на бальзар, ну значит это бальзар. Нет. Нет. Это можно прочувствовать там через информацию, если у тебя там определенная информация, если ты семантику функции прекрасно знаешь, то ты можешь это по словам прочувствовать. Иногда даже по внешности можно это увидеть у каких-нибудь экзальтированных интуитов, они прям выделяются из общей массы, как мне кажется. ну даже среди них есть первовольные, первофизики, там сильные физики воли, которые, ну они просто настолько живые душой, что ты в них интуита не найдешь, хотя ты дашь им какую-нибудь фигню поделать там не ну там мне не знаю что-нибудь такое ответственное на чисто материальном плане, не знаю, построить что-то. Ты увидишь, насколько они интуитивны и что вместо того, чтобы что-то строить, они постоянно задумываются то ли о смысле, то ли о сути происходящего, то ли знаки, какие выискивают, то ли пытаются предугадать что-то и просто ставишь это перед человеком и все, его линза восприятия начинает работать, а дальше надо, чтобы он ее выразил. Поэтому, если кто-то ищет соционика, который его протипирует, смотрите, чтобы это был именно такой соционик, который ставит перед людьми что-то и смотрит и пытается выскрипсти из человека его именно линзу восприятия, конечно, конечно, мы люди можем обманывать, но честно, если вы тратите деньги на соционика, а потом вы ему обманываете, ну вам же хуже. С другой стороны, человек, он может сильно запутаться, типа, я не знаю сам, что правда, что нет. Расслабьтесь, если вы не расслабитесь, то ничего не получится. конечно же, через усилия можно даже на болевую что-то там засунуть, что-то простую и банальное можно вполне себе засунуть. Поэтому, да, обмануть не так уж и трудно, но желательно просто расслабиться и говорить как есть, и говорить то, что видишь. Тогда вы найдете свой тип. Если вот перед вами что-то поставят, вы расслабитесь и просто это пишите во всех подробностях. какой-нибудь вопрос или какую-нибудь ситуацию, что угодно, вы начнете просто это описывать. Попытайтесь где-то залезть поглубже, где-то поменьше, где-то дать свою расценку того, что для вас лично ценно. Если вы не знаете, ценно ли оно для вас, вот, например, для меня мораль хорошо и плохо, я не знаю, ценно ли это для меня. С одной стороны, вот мораль отношений, то есть белая этика, я не знаю, она для меня ценно или нет. С одной стороны, меня это часто бесит, в диалогах постоянно ссоры из-за этого, с людьми постоянно какие-то проблемы. С другой стороны, когда я вижу людей, у которых это полностью отсутствует, мне плохо, то есть, ну, тут сложно, тут чисто за ценности очень трудно тянуть резину, поэтому об этом тоже не волнуйтесь лучше. Говорите то, что само приходит на ум, расслабьтесь, расслабьтесь и говорите, дайте свою собственную линзу восприятия как-то раскрыть, дайте ее просто использовать, она всегда у вас была, она у вас есть, все, что вам надо, это просто ее использовать, не надо как-то себя сильно контролировать, не надо как-то пытаться кого-то обмануть, ну, кстати, говорят, что это не помогает, но мне кажется, что помогло бы, что обмануть вполне себе реально, пусть кто-то думает, что это не так, я думаю, что обмануть соника вполне реально, только если с ними разговаривать, если они тебя разговаривают, то, ну, наверное, они все-таки нащупают что-то, если у тебя там, правда, не логика какая-нибудь низкая, что тебе там некомфортно свои взгляды выражать, или что-то там еще, что мешает людям выражать свои взгляды, бывает же такое, стеснение какой-нибудь поиск вашего типа это и ваша ответственность тоже, постарайтесь, постарайтесь это сделать, я считаю, что я свой тип нашел, то есть я действительно вот включаю послушать человека какого-то, слушаю от него информацию, я чувствую, что на ролевую меня бесит слушать долго, что я хочу, чтобы поскорее прекратилось, что на болевую я вообще ничего не понял, что я понял, сколько два слова и все, есть такое, на сугерстию мне достаточно интересно слушать, хотя сам я ничего оттуда сказать не могу, на активационную я и могу сказать и слушать охренительно, и просто примеряешь это и живешь с этим, и это как-то сильно твою жизнь в общем-то не меняет, это даже не отвечает на вопрос, который у нас был конфликт про слабого человека, ну может там черная сенсорика, может воля из психософии как-то влияет на этот вопрос, но на самом деле там просто человек какой-то стрёмный, как бы прям я не знаю, типа нарочно делать себя слабым, но это же неадекватно, зачем так поступать с собой, тем более, в любом случае, соционика существует, ошибки в соционике существуют, если кто-то хочет, чтобы ну я ему лично посоветовал кому обращаться, то я ну не так много школ знаю, но я знаю в какие не стоит, поэтому поэтому смотрите по ситуации тоже, некоторые школы невозможно вам понравятся даже не в том плане, что они найдут ваш тип, скорее они просто засунут вас в свою картину виденья, где существует такая-то соционика, у нее даже может быть другое название соционика такой-то школы и в рамках этого они попробуют вам что-то предложить, но тогда вы должны будете смириться, что это не имеет отношения ко всей соционике, вы должны будете принять тот факт, что вы можете быть верны только одной методике, что это очень сложно и я буду говорить прямо конечно же все вещи о том, чьи школы мне не нравятся, чьи нравятся ложные и реклама и хорошая реклама и пропаганда в каком-то смысле ну, я могу разве что дать совет кто конкретно мне вот просто понравился тут сразу как бы скажут все с тобой понятно когда услышат ну, я честно скажу мне нравится архетип да-да вы не ослышались он совершал ошибки я смотрел много видео с ошибками от архетипа я считаю что они совершают ошибки но в то же время если сравнить с остальными они продвинулись дальше их методика более жизнеспособна она намного интереснее намного лучше потому что в других методиках происходит ну, даже в самых лучших но противоположных архетипов происходит то что там просто все наоборот базовые перепутанные с творческими и там я думаю ставить болевую на рулевую это дурацкая затея человек будет думать что он может принимать шаблоны на эту функцию а он на самом деле он там не будет настоящей двухмерности поэтому в случае с архетипом когда базовое это именно базовое творческое это именно творческое там чуть-чуть получше если вы не хотите тратить огромные суммы на архетип что я в принципе понимаю то теперь уйти сами не вы можете сходить к дешевым соционикам я знаю дешевых социоников но но такое себе как бы результатами я там не очень-то был доволен я попробовал примерить на себя роль достоевского к тому же какой там еще был психосовский андерсон я попробовал примерить на себя их роль я не смог я не смог под этим долго прожить как достоевский я вообще не смог жить по отношениям черной интуиции чем больше я в нее копал тем больше я понимал что это ну тема для меня немножко отдаленная при этом время я только хотел про интуицию времени и говорить все потому что ну внешне похож судя по всему кто-то так решил андерсон я не мог проявлять себя как первые эмоции но я не мог переживать все эмоции единоличные в одиночестве не мог просто не мог я не мог в принципе их всегда выражать я вообще не знаю как-то по-идиотски для меня выглядит решать проблемы на эмоциях логика я не прихожу к таким великим выводам как вторая логика в логике я достаточно посредственнее ну такое она у меня конечно есть но если спрашивать о том что для меня вообще в жизни первичное важно то ну ну сложно шумиха дома ладно думаю что на этом хватит это был мой обзор соционики бога соционики честно меня загрелось огромное количество людей я просто уверен что они такие все с тобой понятно перекупили забрали ну честно вот мне мне со своим другим типом который мне определили а я вам скажу какой тип мне определили есенин чехов то есть физика воли эмоции логика мне с ним жить намного комфортнее информацию которую я читаю не только от архетипа ото всех ну кроме тех у кого там совсем далеко мне она намного больше подходит просто для того чтобы в жизни расслабиться и вести себя естественно мне намного легче быть есениным чеховым я прекрасно понимаю чего хочу от материального мира прекрасно чувствую что я в этом в этой сфере супер уверен и я все переживу любой аскетизм мне как легкотня сила физическая есть физические действия делают меня счастливее воля прекрасно знаю чего хочу постоянно подстраиваюсь все время подстраиваюсь эмоции кошмар как боюсь кого-то разозлить еще что-то все время сдерживаю эмоции что-то просто не выражаю ищу постоянно в окружающих людях понимание эмоциональное и логика учиться ну только ради каких-то жизненно необходимых вещей только ради какой-то другой более высшей цели то есть ради воли например вот стал бы учиться там я решил что сонику нужно правду сказать людям ради этого я проучился все сказал сейчас я это говорю хотел тоже выяснить этот дебильный конфликт довести его до конца ради этого все выяснил все изучил просто так вот мне тоже там понадавали каких-то психологических направлений изучать просто так у меня пока что нет причин это изучать я не буду мне логика она мое мнение оно не так важно и мыслить мне легче в одиночестве четвертое мне легче жить вот с таким набором данных есенин тоже легче так жить ну что черная интуиция которая удост она у меня в словарном запасе но она выражается крайне редко и давно уже не выражалась и по-моему давно не говорил о ней белая выражается постоянно я все время о ней говорю черная этика она для меня намного более естественна для меня прекрасна белая этика бесит иногда иногда я чувствую что она необходима что это прямо основа жизни то есть в белой этике как бы и силен и не силен деловая логика кто-то мне говорил что мне нужны советую мне действительно мне нужна помощь чтобы зарабатывать я чувствую что я не понимаю как но даже когда я слушаю заработок с точки зрения деловой логики пошел сделал раз раз там все такое это слишком странно непонятно это не знаю физика химия практика физический мир все вот это реальное воплощение деловая логика она не тянется у меня никак у меня был учитель который был очевидно стирлицем в духовной семейной и я не понимал что он несет это это был реально стирлиц потому что он не понимал мою это мой трансцендентное видео видение белоинтуитивное и не понимал тоже темы про скорость про то что он в принципе всех нервирует свои постояль в своей однобокой неверной абсолютно динамичностью и просто неспособностью что-то предусмотреть даже иногда не знаю это просто вот даже черных сенсориков слушать проще белых тяжело слушать кошмар то есть я я не тянусь до Достоевского не дотягиваю он не подходит мне под личиной этого типа жить неудобно мне эту информацию слушать не нравится которую Достоевский слушал зато мне нравится слушать информацию Есениных при этом я не не сказал бы что я похож на какого-то ну с кем там Есениных сравнивают с заоблачными наглецами психованными ну может похож кстати но это еще не каждый во мне разглядит потому что ну потому что я все-таки стремлюсь быть адекватным человеком как и все люди это только всякие первоэмоции могут себя вот так вот ввести открыто неадекватно а я нет я так не буду и именно к такому должен прийти человек в соционике он должен прийти к тому что все ему комфортно ему не нужно каких-то усилий предпринимать у него все само получается ему не нужно что-то насильно искать все само плывет в руки все само ясно понятно так и должна работать соника она должна работать вот просто на этом информационном метаболизме абсолютно естественно и это замечательно если вы определяетесь со своим типом потому что по крайней мере на этом этапе поиск заканчивается это это радиус Продолжение следует...